всех приветствую на своем канале меня зовут ангелина и в сегодняшнем видео будет мотивация на еженедельную уборку всем приятного просмотра обязательно подписывайтесь на мой канал кто еще не подписан ставьте лайки пишите комментарии мне будет очень приятно и кстати это все помогает продвижению моему моего канала ну и вот настало время когда наверное домашние видео будут выходить чаще чем обзоры каких-нибудь жека прогулок по городу потому что погода у нас резко ухудшилась дует сильные ветра пошли дожди снега вот даже мы нам пришлось поменять резину уже обычно мы меняли резину насколько я помню в числах 15 ноября и каждый раз вот в этот период включается в нас какая-то банк бабка ванга просто и мы начинаем гадать будет ли банусовая температура не будет когда выпадет снег ну я думаю всех так в общем шин монтажках уже начались очереди в одну заехали которые рядом с нашим домом находится там была очередь из трех-четырех машин мы оттуда уехали поехали дальше искать какой-то сервис не так далеко от дома нашли там не было очереди практически и но самый шок это конечно стоимость перекидки буквально полгода назад она стоила где-то от полутора до 1700 рублей ну точно не больше сейчас получается мы заплатили 2000 практически 500 рублей за перекидку четырех колес это конечно капец учитывая то что наша зарплата за полгода не выросла ни на рубль и то же самое касается и бензина и продуктов ну в части машины наверное многие сейчас скажут и подумают что машина это какая-то роскошь нет я могу сказать что без машины вообще сейчас очень тяжело и например вот у меня муж работает за городом на складе там конечно есть факта для людей которые работают по графику 2 через 2 а для тех кто работает по пятидневке вахты не предусмотрено то есть получается что кроме как на своей машине ты добраться уже ну до работы никак не сможешь то есть работодателя тебе в принципе не думает хочешь работы хочешь нет а найти работу рядом с домом это довольно проблематично и не только для него но и для меня тоже а учитывая что вводится все новые новые ограничения у нас объявили что с 22 числа в автобус можно будет зайти но не только в автобус а вообще весь общественный транспорт нашего города нельзя буду не будет зайти без qr-кода то есть если мне нужно будет куда-то поехать то я смогу это сделать только на авто да и в принципе ехать там не особо некуда поэтому я не особо конечно расстроилась а вот те кто еще не сделал соответствующие процедуры и не хочет их делать а в транспорт он зайти не может то им конечно придется очень туго я даже читала комментарии одна девушка пошутила в соцсетях что типа ну вот дождались теперь дети будут ездить на кружки самостоятельно без меня пока народ шутит но что будет с 22 по моему ноября пока еще не совсем понятно я не знаю к чему мы придем но наш город в последнее время берет на себя очень много их хотят вести просто по ходу все ограничения которые только возможны и посмотреть как мы на это отреагируем и как изменится наша жизнь ну например я в неделю из дома выхожу наверное раза три это в магазин в пятерочку чтобы купить какие-то продукты в торговых центрах мы уже не были месяц кстати вот недавно у нас открыли ашан туда можно зайти без кода там загородили все тележками в дворе да то есть просто проползти перелезть через тележки и попасть торговый центр ты не можешь но в принципе и не особо охота а вот ваш он пожалуйста кстати говоря были мы там воскресенье и для воскресенье количество народу которое там было это конечно очень мало я не знаю как выживает ашан как не портится у них продукты но цены цены кстати говоря очень высокие очень мало акций и обычный чек который раньше выходил у меня примерно ну в две тысячи две пятьсот сейчас уже вышел в три четыреста и я конечно мягко говоря офигела просто таких цен от того что творится в пятерочках в пятерочках очень стало часто приходишь и полки просто пустые продуктов нет потому что огромное количество людей сейчас вынуждено закупается в пятерочках куда есть доставка но кстати говоря доставки тоже хотел поговорить заказала доставку в магните зашла в мобильное приложение магнит доставка очень лояльные там были цены как раз мне нужно было на филе куриное я что последнее время подсела на него потому что все равно если я покупаю там обычную грудку кожу я всю выкидываю кости выкидываю и получается так что мне кажется что филе для меня выходит гораздо дешевле мы как-то уже с мужем считали что будет если купить филе говядины подороже на 100 рублей и купить кусок который там будет стоить тебе на 100 рублей дешевле но он будет с костями всякими прожилками которые мы выкидываем и мы посчитали разницу и получается что костей мы выкидываем больше чем если бы мы купили филе и это мясо полностью использовали значит филе куриное в во многих магазинах стоит в районе 350 рублей здесь в магните оно стоило 290 рублей я так обрадовалась заказала значит это филе потом там был кусок филе лососина кожа стоил он порядка 800 рублей это тоже вообще реально низкая цена и также были королевские креветки за 300 рублей что это вообще нереально я таких цен давно не видела как будто цены вернулись на 5-7 лет назад ну в общем я на радостях заказала продукты запасы мяса рыбы и у меня чек вышел на 2000 рублей так как у магнита нет своей собственной доставки он работает через яндекс еду то с моей карты списали на 10 процентов больше денег и там написано что а если будет какая-то разница в цене если мне положат там фрукты больше весом потому что нереально угадать там ровно ровное количество фруктов подогнать под тот вес который я заказала плюс а если каких-то продуктов не будет и мне придется их заменить то эти 200 рублей грубо говоря покроют эту разницу а если деньги еще останутся то не вернут эти денежные средства в срок от одного до семи дней ну в принципе от 200 рублей я не умру даже если 7 дней будет возврат мне как бы это не страшно через полчаса мне позвонил менеджер яндекс еды и сказала что куриного филе в магните нет есть только филе куриного бедра я говорю мне филе бедра не интересно потому что она очень жирная даже в филе там попадается очень много жиры и всяких таких частей которые я не ем она сказала что кроме филе бедра больше мяса никакого куриного нет я говорю ну хорошо есть у вас обычная грудка с кожей мы договорили что филе мое заменят на обычную куриную грудку далее значит она говорит что у нас нет лосося есть только замороженный я говорю мне замороженный не нужен мне было интересно именно охлажденка далее она говорит что у них нет креветок за 300 рублей есть только креветки за 1200 рублей что меня конечно вообще не устроило потому что я заказывала именно креветки за 300 рублей если по не столько не не стоили я бы в принципе без них обошлось по итогу чек у меня обошелся в 900 рублей и получается что половину продуктов у них просто нет в наличии хотя она есть мобильном приложении и я пришла к такому выводу что больше магнит доставку я заказывать не буду ну и кстати моя мотивация на уборку подходит концу и сейчас я вам покажу что я заказывала как раз таки в магните вот вся моя покупка продуктов которая обошлась мне в 900 рублей но повторюсь доставка была из магазина магнит семейный привезли ее довольно таки быстро но половину продуктов тех что я заказала не было в наличии вообще но хотя они были в мобильном приложении я спокойно их могла заказать это конечно вообще отвратительный сервис у меня никогда такого не было ни с ашаном не с магазином вкус вилл все что я заказываю не всегда привозили за редким исключением там какие-то продукты я заменяла но такого чтобы пол моей продуктовой корзины мне просто не привезли это конечно впервые поэтому доставку магнита я никому не рекомендую и сама наверное в следующий раз доставку из этого магазина не закажу обсуждали с мужем тему стоимости продуктов пришли к выводу что мы работаем в основном только на унитаз он говорит что на продуктах можно экономить и любой бы человек тебе сказал зачем ты там что-то такое дорогое берешь можно найти продукт подешевле я ему на это сказала что если бы мы ели макароны в ашане за 15 рублей к примеру или покупали какую-то непонятную творожную массу в светофоре то наверное лет через 15-20 мы будем работать не только на унитаз но еще и тут на лекарства потому что продукты которые стоят дешевле в основной своей массе бывают некачественными и состав у них гораздо хуже чем у продуктов подороже хотя это тоже не факт безусловно состав вообще могут писать и придумывать с неба и не факт что в дорогих продуктах есть что-то более полезное но не знаю все же как-то хотелось бы верить что у тех продуктов которые мы покупаем и на которые тратим больше денег чем на более дешевые аналоги что у них состав все-таки поприятней очень бы хотелось услышать ваше мнение в комментариях услышать что вы об этом думаете обо всем и спасибо что были со мной провели эти 10 минут именно на моем канале послушали моей мысли и всем хорошего настроения пока пока увидимся в следующих видео